МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Чем Дарья Донцова удивила Иосифа Кобзона? И тут Иосиф Давидович, знаете, прям было видно, как у него так вот перемкнуло. Вот он... Тайна ее замужества. Потом уже, проживя со мной 10 лет, он признался, что ему всегда, вот как мужчине, нравились высокие женщины с большим бюстом. Теперь посмотрите на меня. Все знают книги Дарьи Донцовой. А какие она писала статьи? О, боже, где вы это отрыли? Как она пыталась торговать собой? Я догадываюсь, о чем вы... Чем это закончилось? Оказались очень какие-то приличные узбеки или таджики. И о чем это Дарья Донцова? Пророческое фото получилось. Сегодня мы листаем семейный альбом Агриппины и Марии Донцовых. Дорогой Алан, поздравляю, у тебя дочь. Эдуард в ярости. А я счастлива, я назову ее Лизой. Кстати, как обращаться все-таки? А вы знаете, как вам это удобно? Ну, вообще-то народ ко мне привык, как к Даше все-таки. Потому что Груня, она осталась в семье и где-то среди очень близких. А к этому как обращаться? Ну, пожалуйста, Куканя Александровна. Куканя Александровна, не смейте печать уже. Нет, мы ее отпустим, чтобы она здесь нам не хрюкала. Чтобы она не хрюкала в микрофон. Начинаем вот мы с этой фотографии, где вы с знаменитым писателем. Да, Аркадий Николаевич Васильев. Да, Аркадий Васильев. Но Груня здесь несчастлива как-то. Она вот о чем-то... Я подозреваю, что меня отняли у любимой бабушки. Значит, дали папе. И как-то я очень расстроена, потому что я не очень хорошо знаю этого человека и побариваюсь с его. Редкая фотография с моим папой, потому что я практически с ним не общалась. Он все время был на работе. Знаете, что самое интересное, что я помню это пальто. Мария, а вы не застали, да, дедушку? Нет, дедушку у меня очень задолго. Я целый фильм видел о нем, ну, с вашим участием, по поводу того, что вы уже в весьма зрелом возрасте для себя открыли, что он был не только писателем, но и то ли разведчиком, то ли каким-то образом имел отношение к НКВД или даже еще к ГПУ. С папой вообще какие-то страшные тайны. Один канал снимал к моему юбилею биографический фильм. Спросили, какого года рождения папа. Я ответила, 907-го, но это как по биографии, которую я знала. Они просили какие-то документы. После смерти мамы я эти документы не разбирала. Не спрашивайте, почему. Огромный коробок. Я посадила людей. Через пять минут они нашли пенсионную книжку, выданную сотруднику ОГПУ. Он был в 1919 году по рождению. Оно до 1920 года вообще существовало. Да. Отец всегда говорил, что у него два класса церковно-приходскую школу. Очень смеялся по этому поводу. Но он был абсолютно грамотным человеком, грамотной русской речью. И выпало фото папы с приятелями здесь, без козырка, военно-морское училище в Петербурге, высшее учебное заведение. Потом пошли дневники, часть из которых была написана на немецком языке. И у меня совместилось, что у меня была няня немка и как-то все... Какая-то Роза Леопольдовна. Роза Леопольдовна, Тантероса. Почему меня в 20 лет не удивило, что в день смерти папы перекрыли садовое кольцо, гроб повезли на Лафете, ехали какие-то, шли какие-то люди с орденами. Почему вы хранили на Лафете? Ну, он был известный писатель. Ну, не такой степени. Ну, и функционер писательский бомбин. Ну, все-таки не для того, чтобы оказаться на Новодевичьем кладбище в том ряду, где потом похоронили его ближайшего друга, дядю Сеню Цвигуна. Монамазель Андрея Рузельская, для вас есть коробка, которую необходимо вручить вам лично. А пригласил я вас потому, что завещание необходимо прочесть в присутствии всех заинтересованных лиц. С Новодевичьим кладбище связана ведь какая-то история. Я так понимаю, что вы там познакомились с задовой Никиты Сергеевича Хрущева, могила, которую перпетикулярно в могиле. Никита Сергеевича могила вот как так, центральная аллея, а папина могила вот так. Я несколько раз ее там видела, она приходила очень милая, приветливая, такая спокойная женщина, знаете, похожая на сельскую учительницу. Никогда мне нельзя было подумать, что она жена главы была такого государства, да. Мы с ней так перебрасывались по пару слов иногда. А один раз, она была одна, и она стала брать лейку. У нас была одна лейка на двоих. Я ей сказала, давайте я принесу вам воды, я пошла к крану. Когда я вернулась, она меня спросила, почему я такая грустная. А у меня, знаете, какой-то был очень тяжелый момент, такой и моральный, и материальный. И я что-то, не знаю почему, я заплакала и все ей рассказала. Денег нет, тяжело жить с ребенком одной. Как-то вот все вот это я и выложила ей, не знаю почему. Она меня погладила по голове, сказала, я всю жизнь запомнила. Все плохое, что с нами случается, бывает к лучшему. Успокойся, у тебя все будет хорошо. И как-то я поехала домой. Я очень хорошо знала, что у меня в кошельке два пятачка. И когда я подошла к станции метро, открыла кошелек, там лежало 100 рублей. Ух ты, это по тем временам. Да, она положила мне большую... Это зарплата фактически месячная была. Это намного было больше моей зарплаты в газете «Вечерняя Москва». А сколько там платили? Раза два, от 40 до 60 рублей. Вы думаете, Роза не знает, что Ева ее дочь? А, доктор Конь, отвечайте, отвечайте я. Я вам очень хорошо заплачу. Ну, отвечайте. Переходим к следующей фотографии. Боже, я ее не видела. А вы найдете здесь Тамару Стефановну? Вот мне хочется понять. Ну, конечно. Внучка вычисли. Почему, конечно? По-разному бывает. Нет, Маша, нет, Маша помнит Тамару Стефановну. Нет, ну я бабушку-то хорошо помню. Она закончила свою работу главным режиссером Москонцерта. Мама в последние года была в Альцгеймере. Два человека в этой жизни и в прежней жизни при ней остались. Один из них – это Володя Винокур. А второй – это Леня Якубович, который наш телеведущий. Вот эти два человека, когда мама уже была в Альцгеймере, они звонили ей на день рождения, на Новый год. Они приезжали ее навещать, понимая, что она их никогда не узнает. Они привозили ей какие-то подарки. Как-то они всегда ее поддерживали, очень хорошо зная, что она больше им никогда не поможет и даже их не узнает. Это же бумага так на всякий случай, чтобы Розу обезопасить, если вдруг откроется. Анатолий смолчать будет. Он же сам ее услугами пользовался. У него мама память потеряла после инсульта. Иосиф Давидович Кобзон тоже, по-моему, обрадовался, когда узнал, что вы являетесь дочерью. Вы знаете, это было очень смешно. Был чей-то юбилей. По-моему, Киркорова. Что-то я сижу, сидит жена Кобзона, сидит Кобзон, говорит, здравствуйте. Я говорю, здравствуйте. Ну так вот, на этом, собственно говоря, и все. И в этот момент входит Володя Винокур. И что-то, ой, там Грунька, это самое. Да вот что там Арстепан, там Арстепан. И звучит все время Тамара Степановна навадская, навадская, навадская. Который Кобзон не выдерживает и говорит, Владимир, что ты все время к нашей писательнице говоришь ей что-то про навадскую? Он так поворачивается, говорит, что не знаете? Она же дочка Тамарки. И тут Иосиф Давидович, знаете, прям было видно, как у него так вот перемкнуло. Вот он, о-о-о-о. Его жена на меня смотрит и говорит, боже мой, я же помню тебя, Владимир. Боже, это было очень смешно. У него совместилось, что дочка Тамара Степановна. А вы отдавали себе отчет в 19 лет, когда вы оказались в Сирии, и вам там пророчили ваш нынешний статус? Я поехала в Сирию работать очень просто. Мне нужно было заработать на квартиру, потому что папа мой вступил в кооперативную квартиру. В советские времена это была большая редкость, да? Но он оплатил часть этой квартиры, вот первые там что-то 10 процентов, а все остальное повисло на мне. И нужно было где-то эти деньги брать. Меня отправили зарабатывать деньги. Я поехала переводчице генерального консула в Алеппо и проработала там два с половиной года. Вот вы пророчество это помните? То есть какая это была формула? Я очень хорошо помню это, потому что меня представили к одному журналисту радиотелевидения. Я носила за ним чемодан. Вот как он ходил по каким-то репортажам, и он носил за ним чемодан. И он поехал к этой гадалке, а не я. А я его сопровождала. И когда мы влезли вот в эту юрту, она его увидела, и она ему так-так уже сделала. Я не буду тебя гадать, уходи. Он стал ее уговаривать, она показала на меня пальцем, подтащила меня в какую-то кастрюлю, и он стал переводить. Она говорит, видишь что-нибудь? Я говорю, нет. Это грязь плавает, вода и грязь. Она говорит, а я вижу. У тебя родится дочь. Она будет беленькая, с голубыми глазами. Я стала очень смеяться. Посмотрите на меня. На меня посмотрите. Я когда-то была натуральная блондинка. Да, вот вся. Глубые глаза. Ну, кто у меня может родиться? Ну, ясное дело. Я вообще не собиралась заводить детей. У меня был ребенок без мужа. Как-то это не входило в мой план еще один ребенок. Потом она мне сказала, ты не бойся. В 45 лет ты очень сильно заболеешь, но ты не умрешь. Все будут говорить, что ты умрешь. Не верь. Ты не умрешь. Я думаю, как хорошо. А потом она мне сказала, ты доживешь до 105 лет, вторую половину жизни ты будешь обеспеченной женщиной, и все это к тебе придет от твоей правой руки. Я говорю, я выйду замуж. Радостно сказала я. Она мне ответила, ты выйдешь замуж, но ты заработаешь все сама. Я говорю, что я буду делать? Мне тогда так интересно стало. И она, знаете, сделала такую жест, вот как-то вот так вот. Я думаю, кошмар. Я живу в колхозе и сею картошку. Это почему-то я председатель колхоза. Это первое, что у меня пришло в голову. Я совершенно не способна к сельскому хозяйству. А Рудюнову Араму Айказовичу. Как интересно. Слушай, я возьму это почитать, а ты ей не говори, ладно? Я потом незаметненько подброшу. Так вы попросите, она вам и так даст. Нет. Она постесняется. Это же ее первая книжка. Потом, спустя многие года, я поняла, в чем дело. Арабский мир пишет вот так. Скорее всего, она была неграмотна. И вот это вот письмо, она что-то видно видела, но она не поняла, что это, и попыталась это изобразить. И она нам сказала, уходите. А журналист бросил ей большую сумму денег на стол и сказал, я тоже хочу узнать, что со мной будет. Она ему сказала, я не хотела тебе этого говорить. Тебе жизни до 52 лет. Но если ты хочешь жить дальше, никогда не ешь руками. Мы вышли из этого, он немножко так, ему стало неприятно, я стала его утешать. Я говорю, слушай, не верь ты, это какая глупость. А чем есть, если не руками? Ногами тебе есть? Ну, как-то мы так поговорили, он уехал. Через два года его привезли из одной восточной страны. Кишечная какая-то инфекция, которую не сумели вылечить ни одни врачи, да? Я вспомнила, когда мы с ним ходили по базарам, он подходил вот к этим сковородкам, брал эту еду, ел. Я ему говорила, это нельзя делать, мы же европейцы. Он говорил, боже, какая ерунда, никогда не ешь руками. Пицца с головоногими моллюсками. Дюрек-отес. Впервые в России. Когда история началась с мопсами? Автор первого мопса. Автор проекта мопс. Автор проекта мопс. Мне брат подарил деньги, и я вообще-то решила, что я хочу купить щенка мопса. Все. Это был наш первый мопс муля, и с этого все началось. В общем-то, муля видела практически всех присутствующих здесь собак, кроме вот двух самых маленьких. Вот четыре, это максимальное количество? Есть еще моя собака, поэтому, когда я в командировке или выходные, сюда отправляется собака и внук. Маша поехала покупать мулю в Южное Бутово. И когда она привезла собачку, она привезла ее в шапочке. Собачка была меньше моей ладони. У нас было на Черняховского, где мы жили, на квартире, длиннющий коридор. Знаете, прям вот просто невероятный. Маша выпустила. Это несчастная. И дали собачку трехнедельную. Это нельзя. И несчастная эта собачка ковыляет по нашему коридору. Мой муж смотрит так на меня. Такая такая, слушай, этот эмбрион точно не выживет. Нам надо, знаешь, что с тобой сделать? Чтобы у ребенка не было травмы, где-то договориться о покупке похожей собачки. И когда с этой будет... Менять их каждый день. Две недели. Все хорошо. Ее поменять, сказал папа-психолог. Ей было холодно. Она спала у Маши вот тут. Все время, да? Как потом она росла, росла, росла. И кончилось делать тем, что доченька стала душить Машу. Туша такая вот здесь. Смотрите далее. Дарья Донцова раскрывает тайну своего замужества. Потом уже, проживя со мной 10 лет, он признался, что ему всегда, вот как мужчине, нравились высокие женщины с большим бюстом. Теперь посмотрите на меня. Все знают ее книги. А какие она писала статьи? О, Боже, где вы это отрыли? Как Дарья Донцова пыталась торговать собой? Я догадываюсь, о чем вы. Что из этого вышло? Оказались очень какие-то приличные узбеки или таджики. И о чем это Дарья Донцова? Пророческое фото получилось. ЗАГС? Да, но только это не наша свадьба. У нас нет свадебных фотографий с мужем. Мы свидетели. А, я думал, что это вы, собственно, расписываете жену. Вы тоже так думаете? Нет, нет, нет. Логично так подумать. Мы пришли с Александром Ивановичем расписываться в ЗАГС. Сделала такая женщина за этим столом. Я вывалила. Она так взяла, говорит, свидетельство о разводе невесты. Понятно. Свидетельство о разводе жениха. Ясно. Еще одно свидетельство о разводе невесты. Вы хотите с музыкой брачеваться или без? Мы сказали, мы хотим без музыки. Она быстро поставила нам штампы, чтобы эти ужасные, морально неустойчивые люди покинули ее ЗАГС. И мы ушли. Но вы долго ведь жили, как это принято говорить, в огрехе. В огрехе-то нет, не очень. Мы с Александром Ивановичем познакомились в 83-м году. В 84-м он на мне женился. В 86-м появилась Маша. Нас познакомила Алена Струцинская. Ваша соседка. Моя соседка, да. Она это нарушенно сделала. Она давно бы нашел планы. Она говорила, что мне нужно выйти замуж. Я говорю, вот, Саша, у вас ума я два раза там побывала. Я третий раз не хочу вообще. Зверь по имени Груня Васильева в неволе не живет. Я не хочу. Она мне говорила, нет, я знаю. Ты знаешь, вот сейчас кандидат наук. Он будет доктор наук, профессор, академик. Большой начальник. Как в воду глядела. Вот все, что она сказала. Все вот это с мужем и случилось. И она позвала меня на день рождения. Я опоздала. А я журналистка. У меня в друзьях большой театр, мозг-концерт. У меня джинсы, свитер. И тут я вижу, значит, сидит человек. Дедушка, мне показалось. Тут пустое место. Это явно для меня. Значит, дедушка с бородой в костюм, с галстуком. А разговаривает так. Будьте так любезны, передайте мне, пожалуйста, кусочек сахара. Я думаю, елки. И я села вот так вот спиной к Александру Ивановичу. Александр Иванович потом мне сказал, я вошла, я послеповата. Очки я не ношу. И я сделала вот так. Ну да, все близорукие. Да, а на что он подумал, ну и фря. Это первое, что он подумал, увидев меня. Потом уже, проживя со мной 10 лет, он признался, что ему всегда, вот как мужчине, нравились высокие женщины с большим бюстом. Теперь посмотрите на меня. Я чуть выше таксы, а бюстом мне вообще господь не оцепил никакой. Какой рост? Метр шестьдесят четыре. Как у Марьи Монро. Как у Венеры Милоска, я предпочитаю. А с бюстом вообще всегда было плохо. Но Алена не остановилась, и через два дня пришла к нам, ко мне с Александром Ивановичем, сказала, что у нее дома курить нельзя, поэтому они покурят у меня, а у меня можно. Я не курящая, но она решила, что у меня можно. Она досидела до 12 ночи, потом сказала, метро не работает, такси тебя не посадят, оставайся ночевать у грушки. А в общем, в такси не посадят, потому что уже... Советские города. Такое такси в 12 ночи. А ну да. Александр Иванович так как-то замялся, я перепугалась безумно. А вы что перепугались? А что он обо мне подумает? Интересное дело, вот так вот, я что, как-то было так, мне очень неудобно. Александр Иванович сказал, у меня нет зубной щетки. Алена засунула вот так вот руку в карман, жестом фокусник, тапочек, она сбегала домой и принесла ему Димины тапочки. Подстава. Можете себе представить? И ушла, и закрыла дверь. И мы стоим, вот просто, знаете, вот как два дурака. Я на него смотрю и говорю, ты знаешь, вот я тебе чисто скажу, извини, пожалуйста, это придумала Алена, я конкретно не хочу выходить замуж. Он говорит, боже, а я никогда не хочу жениться, я только развелся. Мы так обрадовались. Мы пошли и сели с ним нормально пить чай, и он больше не ушел. Все. Скажи, ты давно знаешь этого Подушкина? Нас недавно познакомили, и мама думает, что он мой жених. Ну, тогда выходи за него. Зачем я тебе такой? Сева, ну что ты такое говоришь? Я люблю только тебя. А что у вас папиного? И что маминого, как бы задумывалось? Я боюсь, что мне достался мамин ум и папина красота. Сева, я даже не понимаю, меня обругали и похвалили. Ну, вот, наверное, так, да. Мне кажется, у меня 50 на 50. Я вот легко узнаю какие-то папины реакции. А вы, кстати, как-то сказали, что только настоящий мужчина, он должен быть подкаблучником. Чем успешнее мужчина, тем меньше у него желания спорить дома с женой. Главное, чтобы он очень любил свою профессию, был нереализован. Тогда он никогда не будет вас строить. А вас когда-то пытались построить? Вот, предыдущие два мужа они вас строили? С первым мужем я прожила несколько недель, я не помню. Я не помню. Может быть, три, боюсь соврать, не помню. Со вторым мужем дольше, семь лет. Но вы знаете, все мужчины, которые были в моей жизни, они всегда были очень умные. А умный мужчина, он не будет строить женщин. У вас вообще есть несколько заявлений, таких, ну, как бы я сказал, сильных. Еще вы как-то сказали, что крупных собак заводят только неуверенные в себе мужчины. Я думаю, что очень многие ходители всех послыхутых. Нет, я не хотела, я не хотела, я имела в виду на самом деле не это. Если у мужчины очень злобная, агрессивная собака, то это говорит о том, что у него не все очень хорошо с его душевным успокойствие. Лох нельзя ставить, это сленг. Какой сленг? Ты в словарь-то посмотри. Лох – это род деревьев и кустарников, семейство лоховых. Это моя Сонька и семейство лоховых. Где ее черти носят? А я вот что хотел бы вас спросить, почему вы пишете по книжке в месяц, когда у вас вроде бы все в порядке? Мне так в свое время показалось, что меня Господь оставил на этой земле в той ситуации, когда в принципе выжить-то в общем-то было уже как-то... Когда у вас была онкология и приговор прозвучал. Нет, это не онкология, четвертая. Онкология не приговор, она лечится. Но я как-то так подумала, что она... Я когда уходила от своего онколога, он мне сказал, знаешь, у Господа Бога на тебя свои планы, ты об этом помни. И я подумала, что очевидно, меня оставили здесь для того, чтобы я приносила людям радость. А как я могу это делать? Писать сказки, красивые сказки. Писать красивые сказки. Вот я их так вот и пишу. Вопрос не упирается в деньги, на самом деле. Неприятно, когда люди думают, что все только связано с деньгами. Иметь деньги очень хорошо. Я никогда этого не скрывала. Полученные деньги помогли мне построить дом, дать детям хорошее образование, какую-то там уверенность в их будущей жизни. Деньги это прекрасно, но не все в них упирается. Есть что-то, что я никогда не сделаю за деньги. Несколько очень крупных издательств меня неоднократно пытались перекупить. В моей писательской жизни был случай, когда мне принесли, вот так вот поставили на стол огромный чемодан набитый валютой. Знаете, это просто было как в кино. Чемодан с деньгами. Я ногами вытолкнула его на лестничную клетку, он весь рассыпался и выдала человеку, который пытался это собрать, веник и совочек, чтобы купюрки-то замести. Потому что я друзей за деньги не продаю. И что-то я не буду делать за деньги никогда, ни при каком условии. Я верю. Ты помнишь, что 20 декабря я приду за тобой? Пожалуйста, сними деньги со счета, собери драгоценности. У меня есть деньги, и есть счет в банке, и там у нас были драгоценности. Собери драгоценности, договорились, не скучай. Ерунда какая-то. Вы понимаете, что 20-е завтра? Машу наконец должны фотографии показать. Ой, Боже мой, это моя любимая фотография. Она обузнаваемая здесь абсолютно. Просто все увидят сразу поют. Практически не изменилось. Мария Александровна просто один в один. Самое интересное, что сейчас у Маши Мишенька родился. И вот эта вот эмоция, которая у Маши на лице, это совершенно Мишенькина эмоция при виде кого-либо из домашних. Мы называем себя группой фанатов. Когда появляется Миша, вся семья пишет к нему, начинает его нацеловывать. С Машей было тоже сапо. Я так понимаю, что вот именно в этот момент Александр Иванович настоял, чтобы вы ушли из журналистики. Это было раньше, когда я пришла домой. Какой-то был очень малый срок беременности. Меня трясло, потому что цензура сняла номер. Меня трясет. Он ко мне подошел и сказал, у моей дочери должна быть здоровая мать. Ты уходишь. Уже знал, что дочь будет. УЗИ. УЗИ было. Вы же и хотели девочку. Ну, конечно, мы хотели девочку. Мы мечтали о девочке. Более того, когда мне сделали УЗИ, Александр Иванович сидел в таком небольшом парке. Я выхожу из больницы, у меня только текут слезы по лицу. Он вскакивает и говорит, мальчик. Это первая франка. Сколько горе на земле. Я говорю, девочка, я плачу от радости. А когда вы все это успели купить? Пока ты спала. Ты знаешь, сколько ты спала? Манюня, а что это на тебе надето? Что-что? Наряд, начинающий путан. Мам, ты не пугайся. Так Жан сказал. Ну, а мне нравится. Я его специально надела к ужину. А вы пробовали что-нибудь сочинять? Нет. Почему так? Нет, так испуганно. Ну, нет, не то, что испуганно. Ну, мне кажется, талант на мне отдохнул. Может быть, на Миша. Он не отдохнет. А какие таланты есть у Марии Александровны с точки зрения мамы? Ну, ничего себе. Мама откашливает, чтобы перечислить весь этот длинный список. Согласите весь список, пожалуйста. Знаете, Евгения, вот дочь мне досталась такая, какой ни у кого просто реально нет. Я же говорю, ничего себе. потому что, во-первых, она огромная моя поддержка моральная. Если мне плохо, первый звонок у меня происходит Маша. Это раз. Во-вторых, Маша Байер закупщик коллекции для очень крупного московского магазина. Вы же как мне повезло. Меня же одевает Маша. То есть, вот то, что сейчас мы видим, это вот стилист. Это все, как покупается с Машей дома. Когда бредни, когда меня люди спрашивают, а кто, вот, боже мой, да, я рекомендую, каким вы вкусом одеваетесь, я опускаю глазки вниз и говорю, вы знаете, у меня природный вкус, но я так хорошо знаю, что вот мой природный вкус. Маша очень работоспособная, очень трудолюбивая, очень ответственная. Она перфекционист, просто, знаете, вот во всем, что касается работы, дома, быта, быта, отношений. Но с ней легко. Маша, почему вы такой печаливаете? Слушай, как будто очень неприятные вещи. Сейчас происходит. У нас дома не принято хвалить друг друга. У нас скорее будут, знаете, так, подшучивать немножечко, и все. У нас это не принято. Когда мы попытались папу на какой-то... Мы будем почаще приезжать. Мы будем почаще к вам приезжать. Я хотел узнать про мопсов. Они плавали в этой гостиной. Я слышал историю, что мопсы вы устроили бассейн. Здесь не было мебели, а там вот не видно на кухне отверстие. У нас как-то перемкнуло краны, вода текла потоком через вот эту комнату туда, падала в эту гостиную. И, значит, мопсы, она чуть ниже, падают. Я выхожу, они там плавают. О, мама, ты сделала нам бассейн, мы счастливы. Пришлось открывать окно, и вся вода, значит, рухнула туда, туда в сад. Было у нас такое в этом доме. Так, тут еще... Вот, на, держи. На, будешь питаться. Еще и сервелат. Сервелат. На, сервелат. Так, а вам, девочки, каша. И скажите спасибо, что Люся забита едой под завязку. Девочки, девочки, на, кашу. Ага. Кто есть кто? А Ринка, в общем, годовалая, а сейчас есть семь. Да, лет пять-шесть там назад. Лет пять-шесть, да. Ну, вы расскажите про всех. Вот брат, жена Рита, тоже психолог, она работает в бесплатной городской консультации, что, мне кажется, великое дело. Служба помощи. Служба помощи психологической. Вот это их двое детей, это Настя и Арина. Арина по совместительству То есть племянники. Моя крестница. Это, не знаю, что-то какая-то женщина зашла в кадр. Это вот, вот видите, да, вот бац. Папа и вот мой муж Юра. У меня такая невестка, знаете, вот это не невестка, это дочь, а зятю мне повезло еще больше. Потому что, Маша, сколько вы лет пьете? 11. 11, да. У меня такое ощущение, что я знаю его очень много лет. Ты знаешь его уже очень много лет. Мне кажется, что я чуть ли вообще не с рождения его знаю. Александр Иванович, в общем, здесь подумают, что это академик, декан, да, это было, а, год за. Мы пришли к моей подруге Оксане Степановне Гвод, очень хорошему нашему доктору-хирургу. Я на химии, какая-то у меня седьмая, восьмая, девятая. А вот в этот период? Да, я не помню. Десятая химия, поэтому на мне адская шуба. Я не ношу шубы вообще, не ношу мех. На химии весит его 32 килограмма. Муж купил мне шубу, огромную совершенно, я не понимаю, где он ее достал. Я бы не делала шаг, потом шла шуба, потепается, да? Чтобы можно на Масфильм сдавать. Чтобы боярик. Что такое боярик, да. Про бояр, да. Только сейчас обратила внимание на вашу тату. А, да. Когда набивали, почему звезда? Когда сидела. Когда сидела, сказала доча. Мы не поднимаем эту тему. Это было очень давно. Не хотите, не хотите говорить? Мы не поднимаем эту тему. Нет, ну почему, понимаете, татуировки делают по трем причинам. За компанию, по глупости и когда он для тебя что-то значит. Она для меня значит. Кто? Наташенька, Наташенька, помоги мне. Мадам, мадам, что с вами, господи? Вот старый дурак. Луи, мне сейчас показалось. Не рассказывайте, мадам, это ваша тайна. Смотрите далее. Все знают книги Дарьи Донцовой, а какие она писала статьи. Скажу газету. О боже, где вы это отрыли? Как она пыталась торговать собой. Я догадываюсь, о чем вы. Чем это закончилось? Оказались очень какие-то приличные узбеки или таджики. И о чем это Дарья Донцова? Пророческое фото получилось. Здесь калаш такой мы сделали. На этой фотографии вы первая книга. Да, это Маша делала фото. Да? Да. Попросил редактор сделать фото, мы не знали, какое делать. Я пошла в салон тогда фото, 98-й год. Получилось очень плохо. На мне пиджак, который мне подарила моя подруга, француженка Андре. Он мне велик, был на два размера, но у меня стояла помпа. Такая штука вот здесь, прибор такой, он подавал лекарство химическое, помпа чихала, то есть в какой-то момент они вот так, те, кто меня не знал, говорили, будьте здоровы. Я говорила, спасибо, спасибо. Это все закрывало большой этот пиджак. Это клепа на голове у меня, то ли мне нарисовали эти волосы, потом этот. То есть после химии? Ну да, конечно, они все выпали. И Маша сделала фото. Я принесла такое маскообразное лицо немножко, потому что химия. И я принесла фото в издательство, оно вдруг понравилось. Вот эти фотографии Маша сделала в том смысле, что это, насколько я понимаю, стиль разработан был дочерью. Ну конечно, ничего не куплено без нее. Я ее просто иногда останавливаю, и не то, что я зарабатываю, я ее как бы на нужные рейсы. Маму, знаете, меня иногда переглючивают на розовый цвет, на стразы, да, бывает, бывает у меня, да. Вам идет? И не так интеллигентно, как это. Это бывает. Я обезьяна паскова. На этом коллаже видно, что это разные люди, ну во всяком случае внешне. Вы внутренне изменились за эти годы? Базовые ценности остались прежние. Но что-то изменилось. Появилась больше ответственности за высказанные в слух слова. Появилось понимание того, что нужно говорить человеку «Я тебя люблю как можно чаще, потому что завтра ты можешь ему этого уже не сказать, ты не успеешь». Я поддерживаю онкологических больных. Я даю телефон свой. Я говорю, звони. Договор такой, звонить можно в любое время. Если не беру телефон, я тебе перезвоню. Кого-то на операцию сподвигну, кого-то что, да? Когда я говорю, что онкология лечится, из моих уст это не звучит пустым словом. Понимаете, в чем дело? Потому что я пример успешного лечения российской медицины. Каждую минуту я думаю о тебе. Сидя в засаде, допрашивая подозреваемых, изучая вещдоки, думаю о тебе. Ну и текст, Жорж. Где-то я уже это слышала или читала. Это новый детектив о любви русской женщины и комиссара полиции. А вот в этот момент уже вам было озвучено родительское решение о том, что вы будете журналистом? Конечно, потому что я уже работаю в газете «Вечерняя Москва» у Дины Абрамовой, внештатным корреспондентом Баджио Ясо. Нравилось вам работать с журналистом? Да. А вот бывали же истории у вас, когда, по-моему, вы каблук сломали, когда убегали от солиста группы Бони М, которая вам... Я за ним бежала. Вы за ним бежали, а не он за вами бежал. Я за ним бежала, потому что в «Вечерней Москве» у меня была рубрика «Гости столицы». В советском году была редкость вводение иностранными языками свободная. Ты была светский журналист? Ну, нет, конечно, да. Ну, так это не называлось, такого термин не было, но, кстати, абсолютно точные замечания. Приехала группа Бони М, меня отправили к ним брать интервью. Они тогда номер один, в общем, были, да? Да, я с вами был. Ну, и, так сказать, это такая, как бы, гостиница, сидят эти две милые девушки, и вдруг солист встает, и на французском мне говорят, «Жена, папа, бедла!» Я с тобой не разговариваю. Поворачивается, идет, а там вот такая лестница винтовая. Я за ним бросилась, потому что, ну, как у меня горит интервью, я бегу за ним, кричу, «Я вас чем-то обидела, пожалуйста, Бога ради!» Ну, человек бежит по этой лестнице, я бегу за ним, у меня каблук, я падаю, я просчитываю попы, все эти ступеньки, и вперед него выезжаю в этот холл. Божете себе представить? Он так, мини-юбка, все было хорошо. Он так останавливается надо мной и говорит, «Боже, ну, зачем же так расстраиваться? Я дам вам интервью». Вот это. Вы ведь мамины книги читали? Конечно. А статьи газетные? Статьи, боюсь, что нет. Я вам сейчас покажу газету. О, Боже, где вы это отрыли? Да, ну, мы готовили свежий номер. Вот здесь, здесь заметка, называется, «Библиотека имени К. Тимонова», а подпись прочтите. А Васильева. Боже мой! Да, мы вам эту... Спасибо вам огромное, потому что у меня такого нет. Я писала под разными псевдонимами, нас было мало, но по васе в отделе информации мы писали постоянно. Так, я вот сюда. Спасибо огромное. Я писала как Аркадьева, как Грунина. Да, ведь в одном номере нельзя было под одной и той и той же фамилией две заметки написать, да. Там надо было обязательно псевдонимы. Ну, кстати, я упомянул вторую, древнейшую, вот легенды, первую я никогда не занималась. Ну, что вы один раз попробовали со своей подругой Наташей вторым торгануть телом, не знаю, и Ёль телом, или вашим. Была какая-то такая история. Наташа была потрясающе красива. Вы не слышали, Маша? Ну, я догадываюсь, о чем вы. Интересно. В зрителе-то точно не догадывается. Наташка была потрясающе красива, совершенно уникальна и красива. К этой совершенно невероятной красоте прилагалась безалаберность. А у меня была безалаберность без красоты. Вот так вот мы с ней вместе и существовали в одной квартире. Одно-тое количество времени. У нас случился Новый год, когда у меня украли кошелек. Я поехала в детский мир покупать подарки сыну. Мы хотели ему купить с Наташкой пальто, шапку, сапоги, машинку. У нас были такие планы, мы насобирали с ней денег. Так я поехала, у меня украли кошелек. Это, знаете, вот это была трагедия. Я вернулась домой, вся в слезах и в соплях. Наташка мне сказала, вообще, беда, чего плакать. Вот здесь Ленинградский рынок, там есть два узбека. Каждый раз, когда я прохожу мимо них, у них валиваются языки, и вот так широко открываются глаза. Послушай, у нас с тобой будет все. Я говорю, Наташ, а, собственно говоря, как? Она говорит, ну подумаешь, как в конце концов. Ничего особенного в этом нет. Как-нибудь устроимся. И как-то она с ними договорилась, они привезли какую-то нам еду на дом, и что самое неприятное, дали ей денег. Мы жутко обрадовались, пошли купили пальто, шапку, сапоги, подарок ребенку, все было хорошо. 31 декабря в час дня нам стало нехорошо. Нехорошо? Морально. Мы подумали, ну деньги-то мы уже потратили. А раз плачется-то еще предстоит. Мы мучились, мучились. Потом Наташка подошла ко мне и говорит, слушай, знаешь, что-то неохота, так противно. Я говорю, ну ужасно, ужасно противно. Я говорю, а как мы деньги-то будем возвращать? Она говорит, ну мы можем отдать им Аркаше на пальто. Я говорю, это очень глупо. Мы с ней подумали-подумали, взяли Аркашу, взяли пальто, взяли сапоги и уехали. Куда? А мы поехали к одной моей подруге в гости, весело там провели три дня, вернулись назад, и все. Дверь не вылована? Нет, нет, все было очень тихо. Неделю через две Наташа пошла на рынок, наткнулась на одного из этого узбека. Она хотела убежать. Узбек ей сказал, как вы нас обманули. Рассмеялся, рассмеялся и ушел. Оказались очень какие-то приличные узбеки или танджики. Я национальности не могу их сказать, я их никогда не видела. Вот может быть смотрит он сейчас этот узбек, наш эфир, думает, надо же, я чуть было не стал близким человеком для самой отцовы. Дарья, да, отцовы, да. Вот это было бы в моей биографии такой случай. Ну что ж, Даша, давайте познакомимся с вами поближе. Меня зовут Джордж. Я толстый, добрый, безнадежный, холостой, комиссар полиции. А меня зовут Даша. Я четыре раза была замужем и преподавала французский язык в машиностроительном институте. Хочу подарить вам вот этот семейный альбом. Здесь по традиции нашей оставлены пустые страницы, потому что еще до 100 аппетита, которые вам пророчили еще очень много. Вот, и я хочу, чтобы вы посмотрели эти фотографии, потому что, может быть, есть некоторые, Посмотри, какой красивый у нас. Когда-нибудь с тобой с семейного альбома? Наши фотографии в основном пропали, когда мы переезжали из дома в дом. Ой, боже мой! Это генерал Белобородов. Это мужчина, которого очень любила моя бабушка после смерти Стефана Михайловича. Это же ты, да? Это я. Это называлось пальма. Вот то, что у меня на голове, у нас это называлось пальмой. Волос было мало, их собирали в пальму. Это папа и я. Редкое фото. Ой, это наша кошка. Я помню это платье, оно было с клубничками. А это школьный вечер, я играю поганку. Это ты? Это я. Это была опера. А на меня сел медведь целиком. Поэтому мне дали роль без звука. Я хорошо танцевала всегда. Это я погадка. Хорошо, что без звука. А, это вот эта фотография. Это мы с папой. Очень редкий случай. Постановочный кадр. Приезжали папу для газеты «Известия» снимать и сделали фото. Якобы я что-то пишу на машинке. Вот как пророческое фото получилось. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Вы нам доставили огромную радость. Спасибо. Спасибо.